Ну и где уже она? Я так устала её ждать. Почему, когда с кем-то договариваешь встретиться, то всегда никто не приходит? Люди, например, опаздывают. Машу что ли учу? Девочка моя. Привет, Маш. Привет, Улечка Алин. Чего так долго-то? Так, ничего, кобылу покупали. Да правда? Офигеть. А это что за кобыла-то? Так вот, перед тобой стоит. В смысле, так она же с нашей конюшней. Ну да, и что? Она с нашей конюшней. Замечательная в конкуре. Прыгает почти два метра. Мне кажется, отличная кобыла. Ну это, конечно, да. Поздравляю. Да, спасибо. Ладно, пошли, садим левату отведём. Ну, пошли. Заходи, девочка. Алина, в общем, я давно тебе хотела сказать. Да, говори, что ты хотела сказать. В общем, у меня есть тебе такое предложение. Ну, в общем, ты сначала только дослушай меня, хорошо? Ну да, конечно, само собой, в общем. В общем, ты же очень какого-то коня на конюшне любишь. Как я знаю, то, что тебе нравится. Грей, вроде как, да? Да, я его просто обожаю. Это мой любимый конь на конюшне. Он такой красивый, такой дикий, такой выносливый. Боже. Это предложение связано с Греем и с Женей. Чем-то это вообще Женя. Сказала тебе дослушать меня и не перебивать. Так вот, это, конечно, пока что тебе диким, но ты должна покалечить Женечка с ни слова. Не перебивай меня. Ладно, ладно, а взамен я тебе куплю Грея, потому что папа у меня богатый. Он может тебе предоставить любую амуницию, все что угодно, как я попрошу. А коня мы перепишем на тебя, прямо при тебе. Но, но, слышишь? Но ты должна покалечить Женю. В общем, подумай над этим предложением. Я к тебе сегодня вечером подойду и дам тебе бумагу, которую ты либо подпишешь, либо не подпишешь. Твое решение тебе решать, хочешь ты этого или нет. Хорошо, я подумаю над этим твоим предложением. Ты дослушала, Шанель? Да, что, Грация? Не представляю, что я сейчас заслышала. Маша предложила Алине купить ей Грея, если она покалечит Женю. Представляешь? Да пусть делают все, что хотят. Эти двуногие много чего придумать могут. Наверное, ты и права. Не буду задумываться об этом.